От пациентки. Гипотомигалия, гемангиома, хронический лимфоликоз. Интересует динамика. 23 сентября 2019 года посылала на. Расшифровку предыдущее КТ-исследование. Описание представленных томограмм пациентки 1968 года рождения от 29 декабря 2019 года, с сравнением с КТ от 27 августа 2019 года. Область исследования, брюшная полость, забрюшенное пространство, с внутривенным болюсным контрастированием. Желудок обычных размеров, правильно расположен, эвакуация жидкого контраста без особенностей, печень КТ-170 мм, ранее 172 мм, КТ-53 мм, ранее 62 мм, контуры четкие и ровные, сохраняется неравномерное повышение нативной плотности до плюс 70 плюс 82 хаунсфилда. Желчные протоки не расширены, по висцеральной поверхности левой доли ВС-2 сохраняется несколько гиподенсный участок размером 15 на 16 на 14 мм, ранее 17 на 16 на 15 мм, с неровным нечетким контуром. Артериальная плотность его до плюс 140 плюс 190 хаунсфилда, ранее плюс 150 плюс 178 хаунсфилда, плотность печени до плюс 90, венозная до плюс 130 плюс 14 хаунсфилда, ранее плюс 170 плюс 130 хаунсфилда, плотность печени до плюс 120 плюс 140 хаунсфилда, в отсроченную фазу плотность образования до плюс 110 плюс 130 хаунсфилда, ранее плюс 94 хаунсфилда, плотность печени плюс 80 плюс 92 хаунсфилда. Контрастирование с тенденцией к лакунарному, более выражено по периферии образования, убедительные КТ-признаки наличия жировой ткани в образовании не выявлены. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами без ржа контрастных очагов. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима однородна. Вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечки не расширены, лоханка справа 39 на 19 мм, ранее 34 на 24 мм, слева 33 на 21, ранее 28 на 25 мм. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны, рентген-контрастные конкременты не определяются. Визуализируются единичные, ранее немногочисленные, абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы размером до 7 на 4 мм, ранее 9 на 8 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника, умеренно выражены и дегенеративно-дистрофические изменения, явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении, тенденция к формированию клювовидных разрастаний. При внутривенном балюсном введении контраста, другие очаги патологической воскулеризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей, почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Правый мочеточник над перехлестом с подвздошными сосудами расширен до 9 мм на протяжении 40 мм. Патологические включения в мочеточниках не выявлены. Заключение, КТ-картина патологического образования левой доли печени, на фоне минимальной лимфодинопатии живота. Двухсторонняя пиелоэктазия, минимальная уритероэктазия справа. Умеренно выражены и дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. В целом, по сравнению с КТ от 27 августа 2019 года тенденция к уменьшению лимфодинопатии, в остальном без динамики. Врач-рентгенолог М.Н. М. Акотов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики с ГМУСМ и Нечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. В целом, есть некоторые уменьшения числа лимфоузлов и их размеров. В остальном, без динамики. Очаг в печени, без динамики, по всей видимости, это действительно гемангиома. Лимфодинопатия брюшной полости, нарушение при котором происходит увеличение лимфоузлов в ответ на патологические процессы, протекающие в организме. Причем увеличение лимфатических узлов не является самостоятельным заболеванием, а лишь симптомом, указывающим на то, что в организме произошел какой-то серьезный сбой. В МКБ-10 аденопатия забрюшинных лимфоузлов, второе название патологии не имеет собственного кода. Абдоминальная лимфодинопатия обозначается кодом Р-59, как и другие формы увеличения лимфатических узлов. Увеличенные лимфатические узлы имеют вид мягких или плотных образований округлой формы, расположенных под нижней челюстью, в шейной, подмышечной, паховой или других областях. Они могут иметь гладкую или бугристую поверхность и очень часто развиваются после перенесенных инфекций и воспалений в острой форме. Иногда их появление спровоцировано травматическими повреждениями кожного покрова или ведением вакцины. Симптомы увеличения лимфатических узлов, лимфодинопатии в брюшной полости, ухудшение аппетита, сильная слабость, боли в абдоминальной области, ночная потливость, метеоризм, чувство тяжести, быстрая утомляемость, кожные высыпания. Причины лимфодинопатии лимфоузлов брюшной полости. Инфекции. Устойчивое и незначительное повышение температуры тела. Панкреатит. Туберкулез. Системные заболевания. Сифилис и ВИЧ. Паразитарные инфекции. Нарушение пищеварения, в частности, диарея. Аллергические реакции. Гепатит. Увеличение селезенки и печени. Грибковые заболевания. Обычное увеличение лимфатических узлов наблюдается на фоне снижения иммунитета, часто даже сезонными ОРВИ. В то же время лимфатические узлы брюшной полости увеличиваются при наличии патологического очага в соседних органах. Самой опасной причиной лимфодинопатии брюшной полости являются злокачественные новообразования кишечника, желудка, печени и других органов, расположенных в непосредственной близости. Диагностика лимфодинопатии брюшной полости. Физикальный осмотр. Общие биохимические анализы крови, для исключения инфекционных процессов. КТ брюшной полости. Анализ КАЛА, для исключения внутренних патологий ЖКТ. Рентгенографическое исследование. УЗИ и МРТ брюшной полости, для визуализации изменений в лимфоузлах. По результатам анализов и исследования внутренних органов подбирается схема терапии с учетом причины лимфодинопатии лимфоузлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова